здравствуйте дамы и господа с вами елена и вы на моем канале элен элегант и сегодня я приглашаю вас на выставку долгожданную мною выставку под названием творим от сердца и души организатор данной выставки светлана дерибас вышивальщица мастер многоцветной вышивки и в данном видео видите работой светланы и других вышивальщиц на сейчас на ваших экранах работы светланы по картине называемый летучий голландец она об авторе картины и авторе дизайна схемы расскажет светлана себя хочу сказать что на данный момент готова треть работы и она уже невероятно она приняет она дает надежды она восхитительно это действительно потрясающий сюжет вообще сама идея этой картины и написание этой картины он привлекает как только узнаешь и подробностях я думаю что вам будет интересно ну вот ждем окончания летучего голландца с удовольствием и с нетерпением надеюсь что светлана все получится мы увидим готовую работу в ближайшее время потому что потрясающая картина далее также картина самой светланы я имею ввиду вышивка светланы дерибас девушка с сахарком девочка с сахарком и она вышла уже практически все работа осталось просто небольшой кусочек она хотела показать как выглядит эта работа и процесс работы и мы увидим виде еще одну работу с вами светланы она уже оформлена эта работа в оформлении ждет вас сюрприз интрига я покажу вам обратную часть работы которую видно изнанка да да видна изнанка и для меня это было открытие я думаю что это прекрасный вариант для оформления но об этом поподробнее расскажет сама светлана она расскажет не только о своих работах подробно она расскажет и о всех работах предоставленных на этой выставке и о каждой вышивальщица который предоставил эту работу очень интересная информация очень поучительное и очень приятное видео обещает быть я прошу ваше внимание сама светлана дерибас добрый день меня зовут светлана дерибас я хочу вам представить выставку к проходящую в деревне федюкова библиотека номер 23 спасибо огромное за предоставленную возможность показать людям работы которые невозможно нигде больше увидеть отшитых работ многоцветки эта вышивка крестом или полу крестом работы которые некоторые работы являются единственными экземплярами в мире и больше нигде таких работ нет и хочу поблагодарить библиотеку и девочек которые предоставили эти работы которые дали возможность показать людям что умеют наши мастера наши девочки умеют творить своими руками чисто руками и иголочкой это наша волшебница девочки добрый день сегодня мы находимся в поселке федюкова библиотеки номер 23 у нас проходит замечательная выставка вышитых картин творим от души и сердца и главный организатор и читатель нашей библиотеки светлана дерибас хочу сказать спасибо библиотеки что нас принимают с картинами вышитыми дают возможность показать наше творчество и наш труд дают возможность людям посмотреть на то как девочки умеют вышивать какие сложные работы сложные сюжеты вышиваются все это рукотворное это не нарисованное это именно вышитая ниточками иголочками и ручками должна добавить что наша выставка имеет большой успех у наших читателей у посетителей которые приезжают не только с нашего которые приходят не только те кто живет в нашем федюково но и приезжает из подольска из чехова из серпухова ну естественно из москвы и все в большом восторге не только от тех картин которые они видят а в первую очередь от того творчества которое ну как бы проявляется во всех этих работах конечно светлана она как художник это просто человек который вкладывает в свои работы не только свой труд да то что она где-то но такие работы изумительные то есть впоследствии мы сейчас посмотрим на них но это просто шедеврально без скромности хочу сказать что работа шедевральные не только мои на выставке представлены работы действительно шедевральные которые являются единственным варианте в мире и вторых таких работ нет огромное спасибо девочкам что не побоялись представить свои работы сюда на выставку потому что но многие боятся просто предоставлять и могут лицезреть только домашние гости и все а здесь люди имеют возможность увидеть увидеть ваше творчество девочек которые шьют такие вещи это потрясающие картины красивые картины которые люди должны видеть давайте мы их покажем а теперь мы ознакомимся с этими картинами и посмотрим что нам предоставили наши мастера оставляю вам работы света головяной очень красиво оформлены нестандартно деревянная рама настоящее дерево не полный отшив но работы очень нежные очень красиво сделаны аккуратно у нее есть еще работы на нашей выставке я попозже их озвучу сова вышита свет свет светочка диановой мудрая сова оформление под сову с перышками очень художественная дракончик это отшив светлана головиной схема хаед фирма производитель хаед 317 на 75 полный крест аида 16 89 цветов оформление очень красивая с дорисовкой рама оформлена художественно и как бы продолжает саму картину значит это натюрморт сливы фрукты и каштаны разработка ст отшивала наталья сурнина очень красивый отшив ровненько все чистенько значит вышита в технике петит полукрест размер 300 на 100 на 348 180 цветов основа это конгресс трамин 24 вставляем вам картину осенние акценты отшивала лена коровина по фото влада соколова 600 на 396 34 солида и 162 бленда работа эксклюзивная это был индивидуальный заказ дизайнер лена горбанева 7 слойников в мире существует только одна такая работа это эксклюзив и спасибо леночки что предоставила нам на выставку такой шедевр эту картину нам предоставила наташа сурнина парусник на рассвете разработка ст техника аппетит полукрест канва конгресс страмин 24 450 на 320 100 105 оттенков парусник вышит очень красиво летящий на фоне восхода расцветное небо до рассвет до чайки прям по бокам сопровождают очень такой позитивный парус да 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 очень красиво спасибо большое наташа что предоставила нам эту картину и очень интересное оформление это прям вот как будто брошированная доска настоящая а это и есть это девянный пакет да да потрясающе смотрится как будто продолжение корабля здорово здорово ну вот работа на мелком на металле да это мелкая мелкая вышивка вот смотрится практически как живая благодаря этому очень красиво вода брызги да картина предоставлена наташей сурниной подсолнухи по картине дмитрия анненкова дизайн ст вышита полный крест размер 310 на 405 130 оттенков на 18 аиде оформлено очень красиво с дополнительным паспорту деревянная рама очень богато так смотрится оформление и отшив очень красивый очень качественный картина ольги гаганичевой натюрморт с фруктами инжир разработка на димы петит полукрест 500 на 268 вышита на конгресс страми не 188 цветов красивое классическое оформление очень очень изящно схема да схема хорошо проработана четко эта работа с веточки диановой букет розовый вальс выполнена счетным крестом полный крест 47 цветов на конве 18 каунта это работа лены коровиной натюрморт с вином раймонд кэмпбелл художник 300 на 360 186 оттенков вместе с блендами работа выполнена очень качественно очень красиво очень ровненькие крестики и оформление такое богатое хорошо подчеркивает стену и что это старинные бутылочки очень красивая работа это красивая картина светочки головиной эльфийская сага это на самом деле зарисовка к книге самой художницы это автор адель сессер и она же сама для себя делала зарисовки к своей картине вышита в технике полный крест 400 на 500 90 оттенков 18 каунт сюжет на самом деле очень интересный я сначала думала что это парень и девушка оказывается по книге это два эльфа это король и его слуга причем король находится в сумасшедшем состоянии он сошел с ума кто кто король наверно в красном король длинными волосами да вот это это король то есть это это существо мужского пола да да спасибо очень интересно да это мне на самом деле просветила света головина когда мы все это выяснили меня дочь потребовала эту книгу а мне все интересно что значит это такой же питона который сделала окантовка мантии ну может быть это настоящий питон или это мех таким образом мне кажется это отделка просто самой мантии потому что выглядит очень так уже хвост такой да да вот прям как будто состояние короля говорящие почему именно питон ну да я сначала тоже думала что парень и девушка оказывается это вот мужского король король да король и его слуга два эльфа да и причем здесь мантия красная плюс под ней еще одна еще одна королевская а на самом деле видно что слуга потому что под второй накидкой да под синий видно что такие вот короченные да видно ну такого да но совершенно непонятная к работа какая-то тут фантазийная и лес причем такой вот он серый даже не белый но сумрак да сумрак но самое интересное что окантовка она с блеском оформлена там металлик металлик да нитка это смотрится конечно здорово вот этот снег он потрясающая работа работа она еще своими объемами поражает здесь наверное метровая высота может быть даже больше думаю что даже больше наверное плюс такая вот массивная рама исполнена выполнен использована она прям вот вписывается абсолютно да да в эту работу прям какой-то сантазийный сюжет очень очень красивая работа спасибо свете муж очень сильно переживал за сохранность этой работы это понятно да его тоже переживала ну а вот кто выбирал муж или она неизвестно не спрашивала он очень обычный этот сюжет но кстати любим я знаю несколько работ уже отшиты именно этих работ и на выставке я снимал эту работу и скажу да сейчас вот в таком объеме на выставке была именно 18 крест или она и была нет она была в другой раме а вот и скорее всего другую другую она была где-то в шестнадцатом году на выставке вот и по нахай стенд был по моему хомячки а значит это она это она была это она это одна вот это же работа была да ну вот значит я и запомнила как другой рама кстати посмотреть свое видео еще раз может они переоформили просто я хочу сказать что вот именно в том видео и увидели в моем видео и захотели вышивать эту работу вот она такая прям неоднозначная например если человек в нее влюбляется то он прям не может остановиться прямо шевать но я честно говоря когда первый раз ее увидела я просто в шоке было потому что потрясающе я даже не ожидала такое увидеть а сейчас на выставках их нету таких работ их нигде не увидишь это вот свете большое спасибо что предоставила потому что сейчас негде и выставлять особо негде и еще и отбирают если выставляют какие-то другие сюжеты а вот такие вот фантазийные работы даже нигде не увидишь но их мало кто выбирает да но если выбирает в основном отшивают люди несколько работ в этой теме потому что вот эта тема фантазии она не отпускает у меня сейчас единственное желание поговорить с вышивальщицей прямо расспросить его про работу про оформление про дизайн почему выбран этот был дизайн и про сложность работы потому что здесь конечно металлик 18 аккаунт это крест да металлика да это полный крест как работалось вообще советую попросить бы я с удовольствием поговорил сушивальщицей ну будем просить чтобы она дала интервью да будем просить будем просить давлено с веточкой диановой рукодельница вышита в технике петит полукрест канва луга на 25 66 оттенков очень красивое оформление паспорту дорисовано продолжение картины то есть сама картина небольшого размера но очень интересное продолжение самой картины оформлена очень красивая очень оригинально эта работа тоже с веточки диановой томас 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 кинг кик хейт кик хейт 4 сезона пяти полукрест 25 луга на 450 на 450 83 цвета и тоже оформление художественное с дорисовкой но видно свете самой нравится дорисовывать я так понимаю что это она дорисовывает может быть а может и нет не знаю на этом у нее спросим работа с светлана головиной рыжая лиса разработка наташи ночки всего 29 цветов из них два бленда 300 на 266 на самом деле уникальная разработка потому что при таком количестве цветов такую картину создать наташа ночка просто молодец потрясающая разработка а света огромное спасибо что ознакомила нас и нашла такую разработку и даже вышла оформление очень интересная с кожей правда единственно стекло которое не дает нам снять такую красоту пытается ее защитить это работа дуплет маки по разработке надимы вышивала лена жавтенко канва 22 аккаунта очень необычная канва между прочим разработка сделана по фотографии кристин элджер художник 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 кажется это 250 на 250 166 оттенков очень красивые маки мне на самом деле у надима одна из самых любимых разработок прям очень художественные это акварельные такие маки очень удачно получились мне очень нравится и есть вторая картина которая вот к дуплету идет это вторая работают на самом деле правильно называется диптрих маки трио один первая работа была дуэта вторая работа в трио это этот же художник кристиан элджер тоже 22 каунт очень красивая работа оформлены красиво но смотрится просто потрясающе они действительно такие акварельные уплывающие и четкость хорошая и отшита очень качественно ровненько все прям очень красивый отшив такое ощущение что это нарисовано то есть совсем не видно что это вышивка просто нарисованные картины причем они такие лепестки летящие в воздухе все мне очень нравится эта разработка одна из моих самых любимых хочу представить вам нашу выставку вышитых картин картины не только художников но и по фото сделаны и и по иллюстрациям то есть это просто многоцветная вышивка есть немножко работ из не многоцветных но очень красиво оформленный и которые стоит посмотреть что могу сказать про многоцветки я столкнулась многоцветками очень давно я них знала но возможности вышивать не было возможность появилась 2016 году и вот с 2016 года я вышила мальчика юного охотника и сейчас заканчиваю этого же художника доверие девочка с сахарком очень хочу сказать большое спасибо девочкам с москвы кто вышивает многоцветные работы которые предоставили нам возможность посмотреть и показать работы которые нигде в москве посмотреть живьем невозможно потому что практически выставок не проводится очень мало и есть выставки формула рукоделия но там можно посмотреть единичных дизайнеров остальные как бы остаются за кадром поэтому огромное спасибо мастерам которые предоставили большой выбор на нашу выставку для того чтобы посмотреть живьем работы многоцветных вышивок что могу сказать про многоцветки многоцветки конечно это очень интересно но начинать желательно чтобы был кто-то сопровождающий кто мог подсказать и показать и объяснить нюансов очень много и с тканями и с нитками и с самими дизайнами так что у вас сейчас прекрасная возможность задавать вопрос светлана вы не представились и не рассказали себе как вы пришли к этой высшивке и кто помогал ой я пришла к многоцветной вышивки на формуле рукоделия увидела да увидела вышивки решила попробовать сразу большого масштаба да смело с места в карьер кто-то помогал или сами разбирались во всем честно говоря хочу сказать спасибо девочкам которые это отдельный можно сказать вышивальный клуб которые мне подсказывали помогали в процессе процессе вышивки отшиваешь кусочек показываешь и тебе в личку пишут что где ты накосячил что надо исправить и где поправить я не могу сказать что трудно просто надо чтобы кто-то советовал кто-то подсказывал в две руки вышивка в две руки желательно конечно для многоцветки я считаю что огромнейшее влияние имеет натяжка то есть рисование тоже вот плохо пост натянутки не пишется надо или перекошенное тогда это рисунок теряется и даже один и тот же дизайн выглядит по-разному а это вот конструкция да это я чисто случайно купила станочек это в подоль в подольске есть дом культуры в доме культуры есть клуб они вышивают бисером и у них есть дедушка надеюсь что он еще жив дедушке передаем привет пламенный потому что как раз у него я брала наклон снимается рамы отдельно ставится и 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 расскажите про свою работу летучий голландец поразительная работа меня она просто вот сбила с ног это просто что-то шикарное что-то невероятное во первых что это за художник кто он такой современник ли он да это не современник это художник фамилия дикс сын генерала американского стал он сам военный и писал живопись морскую живопись маринист картина называется летучий голландец по этой картине сделана схема для вышивки схемы делала лена горбанева это семь слоников схема очень качественная очень хорошая не знаю мне очень нравится схема это и шьется очень легко то есть когда сшиваешь сразу понимаешь что картина рождается да все все складывает она она проявляется это картина никаких спорных моментов все складывается в единицу же причем проявляется вот как дизайнеры говорят что проявится и она проявляется конечно не вся с целиком но частями во всяком случае если видно вот чайки да и здесь это чайки призраки и они проявляются именно в сумерках в темноте эти призраки и гораздо лучше видно сейчас пока ну чай это настоящая чайка да это чайки призраки но здесь они очень очень слабые да потому что сумерков нет и самая главная как сказать сюрприз интрига интрига да что рядом проявится рядом голландец да второй ну да причем здесь лена очень четко сделала хорошая четкость видно даже людей которые спасаются да на корабле вроде как шторм идет и на фоне восхода восходящее солнце будет проявляться должен проявиться сам летучий голландец корабль мертвецов причем со скелетами и вот мы как бы скажем так все в ожидании что же появится что проявится но пока чайки проявились по объему работы готовы где-то половина или даже меньше нет это треть наверное даже треть то есть она будет просто невероятных объемов а скажите какой это объем в крестиках размер 750 на 459 крестиков шью я боком в развороте 188 цветов 18 каунт с разметкой это цвейгард аида 18 удобно вот так шить по разметке то есть она приобретена уже с разметкой да она уже приобретена с разметкой но она такая бледная что ее не видно будет неудобно да ну она бледненькая буквы это значит в развороте и шьете по электронной схеме да электронная схема очень удобно девочки обязательно переходите на электронные меньше ошибок лучше видно одиночки крестики где там 2-3 крестика разбросаны между собой не так далеко это сага да я ППМ шью просто сейчас возможность у саги переворачивать схему элементарно ну в принципе раньше девочки кто владеет сагой да пользуется сагой все владеют ПМ поэтому переворачивали в ПМ и пользовались в саге то есть нет проблем в электронной схеме это легко все сделать электронная схема это вообще чудо это надо переходить и даже не задумываться о том что что-то отшито в голландце я сразу с электронной схемой как бы начала шить причем электронная схема входит в стоимость покупки то есть да ПДФ да Лена отправляет и ПДФ и в электронном виде сразу XSD да то есть там любую и в ПМ и в сагу она влезет все нормально да все хорошо видно там отлично легко шьется но сагой сага есть сага про натяжку какие то есть советы советы для натяжка должна быть обязательно то есть без натяжки лучше не шить вообще тогда и натяжка должна быть со всех четырех сторон не только две стороны как обычно вот раньше девочки шили вверх вниз боковая натяжка тоже должна быть но в принципе как бы никакого ноу-хау нет пришивается кусочек вставляется спица и натягивается сбоку есть рамы конечно очень крутые очень дорогие но это уже для для любителей особо особых любителей ну да я допустим не люблю очень крутые какие то вещи я считаю что вышивка это относится даже многоцветка к элементарным видам творчества и да и все это можно создать не вкладывая большие деньги в какие то навороченные супер грандиозные вещи единственно вот конечно с планшетом сейчас все с телефонами в принципе девочки шьют с телефонов немножко поменьше окно но тем не менее электронная та же самая электронная схема а я очень важное освещение хорошее освещение да я шью когда время есть ну с искусственным больше у меня и днем искусственно освещение днем все равно да это большая лампа это лампа на всю работу да у меня светодиодная лампа стоит рекомендуете ну желательно да желательно взять светодиодная она бестеневая, она не дает блики, зрение она лучше. И вот по поводу разметки конвы, не совсем понятно, вот покупать уже размеченные не совсем удобно, лучше размечать самостоятельно, или все-таки не стоит этого делать, чтобы по мастеру... Ну, это зависит от дизайна. Если это дизайн, на котором шьются люди, и светлые оттенки, допустим, белым шьется, или лица, то, чтобы не было конфузов и полосок, да. А это не смываемая. А она не смываемая? Вот это не смываемая. На мальчике была смываемая, а это не смываемая. А здесь нет светлых участков? Я думаю, что вот море это светлые участки, нет? Нет. Не будет светить? Нет, тут не будет светить. Хорошо, значит, по поводу советов сэкономить, это выбрать производителя, который продает отдельно схему, чтобы самому закупить материалы, да? Это вариант сэкономить? Ну, я, допустим, предпочитаю схемы. Да, я предпочитаю схему, купить схему и шить, да, именно заказать самой нитки. Я знаю, где я заказываю, где заказываю, допустим, ткань, да, канву, заказываю нитки. И я точно уверена, знаю, что никто ничего не перепутал в наборах. И, ну, пока я вот отшивала девочку и мальчика СТ, это были купленные схемы, именно схемы. Поэтому я говорю, что я, допустим, знала, что я шью. В электронном виде тоже желательно видеть, что ты шьешь, даже на экране. Не просто значки, а именно видеть. Символная схема должна быть, да? Ну, она символная схема. ПМ дает возможность посмотреть и символы, и можно показать в цвете. Да, да, цвета символы. Да, я об этом говорю. И можно контролировать, допустим, нитку, которую ты берешь, да, и видишь, какой на экране цвет. Номер цвета. Ну, и номер цвета, и цвет нитки. Вот нитка живая, вот цвет на экране. И можно сравнить, допустим, не сделал ли ты ошибку. Потому что ошибиться, на самом деле, конечно. Конечно. Мало ли, мы все в жизни, как бы не оторваны от жизни. Ребенок пришел, спросил задачу. Ты сказал «А» и взял соседнюю иголку. Да, это в лекции. Да, по поводу того, что сколькими иглами шьете сразу одной или несколькими? Ну, у меня для каждого цвета своя игла. Так удобнее, да? Ну, своя игла плюс запас свободных игл. Бывает, что на один цвет несколько игл попадает. То есть парковка, методом парковки? Ну, это так называемая ленивая парковка по цветам. По цветам внутри, там, несколько квадратов, да, такой метод? Ой, я могу гулять вообще по всему полю. То есть вы взяли цветы и идете по всему полю? Да, это у меня как душа. Развернется, так у меня и идет. Но предпочитаю по береговой линии. То есть край отшиваю, следующий край отшиваю. То есть куда-то далеко уходить я не очень люблю. Хорошо. Самый главный вопрос. Когда планируете закончить и где мы можем увидеть готовую работу? Планов закончить пока не знаю. Это очень трудно говорить про сроки. Все живем в таком цепноте, что когда есть время, когда нет времени вышивать. Вот. Но обещаю Елене, что только она будет показывать финал. Спасибо большое. Финал и отшив. Следите за новостями на канале, Елена. Да, это может быть даже продвижение. Спасибо большое. Вполне возможно. Мы будем ждать новостей. Эксклюзивный такой момент. Спасибо большое, Светлана, было очень интересно сказать. Удачи вам, следующее голос. Спасибо. Значит, картина называется «Юный пастушок». Чарльз Бартон Барбер. Выполнена в технике «Полный крест». 450 на 594. 20-й каунт Аиды. Со смываемой разметкой. Аида была. Очень жесткая. Я себе исколола все пальцы. Какими шел? Какими шел? Самые тонкие 28-е. 28-е тупые, да. Но все равно там идет пропитка клеевая, из-за которой очень большая жесткость. Ее даже складывать нельзя. Мне ее прислали. Когда прислали отдельно, я заказывала, я отдельно покупала схему, отдельно нитки, отдельно канву. Кстати, канву тоже покупала ОСТ, как и схему. И схема пришла рулончиком. То есть Аида обычно ее можно сложить, потом погладить утюжком. Но в данном случае утюжок нельзя, потому что это смываемая разметка. Нельзя солнечные лучи, нельзя утюжок, нельзя солнышко. И как расправляется она из рулончика? Ну, сразу на раму натягивается. И она расправляется, да? Да. Сразу расправляется. А вообще натяжка боковая нужна для такой жесткой канвы? Я считаю, что да. Все равно была натяжка? Да. Спасибо девочкам с форумом. Подсказали мне, когда я начинала шить. Это моя первая работа. До этого я не шила. Крестом, не крестом, не полукрестом не шила. Поразительно. И с форума девочки подсказали, что надо получше натяжку сделать. Подсказали, где ошибки. Огромное им спасибо. Обучили меня пользоваться электронными схемами, что очень помогает при вышивке. Намного проще, лучше видно значки. Ну, просто даже не то, что ускоряет. Ускоряет это само собой. А просто облегчает, облегчает твою шивку. Удобный процесс вышивки, да, я согласна. Да, я согласна. Еще какие моменты облегчающие? Да, электронная схема, разметка, натяжка. Разметка, натяжка. Родные ниточки обязательно ДМСовские. Какие-то органайзеры, которые облегчают. Только паковские, да? Ну, я пользовалась паковскими органайзерами. Хотя, я честно сказать, сейчас я уже не уверена, что паковские очень удобны. Сейчас буду пробовать, не знаю, буду пробовать как бы простые, которые игольчатые органайзеры, самодельные. То есть, лучше не для ниток органайзера, а для иголок. Уже заправленными, да, нитками? Ну, у меня и иголки там заправлены, в принципе. Но, тем не менее, все-таки как-то хочу попробовать сейчас отдельно. Игольчатые, самодельные. И лучше не убирайте иголочку, да? То есть, отшил какой-то участок и припарковал ее, да? Иголочки я все убираю. Убираете? Они падают, да. То есть, нитки они отрезаются, а иголки просто убирают? Нитки остаются, а иголки я убираю, потому что они сыпятся и можно как бы не убирать. Опасно, да. Вот по поводу самой работы, почему она понравилась, почему именно это она? Если это первая работа вообще была многоцветная, она достаточно большая, почему именно на нее пал выбор? Ну, даже не могу сказать. Наверное, любовь к собакам, что ли. К собакам? Любовь к собакам. То есть, понравился очень сильно свой сюжет? Сюжет очень интересный. Он такой добродушный, вызывает улыбку. Вторая моя работа тоже этого же художника и тоже с небольшим юмором. То есть, это шедевральное произведение английского художника. И тем не менее, вот смотришь, и все равно картина вызывает улыбку. Сам сюжет. Явно, явно, как бы, это же не прям взрослый, да, пастух, который охраняет. Это, на самом деле, это тот же художник, который писал и собачку, да, Виктории. Это же внук. Да, это внуки. Виктория, Виктория. И видно, что сюртук это не его, что он не по нему, что ружье у него большое. Это вот такой начинающий охотник. Первый раз его, наверное, взяли, да, на взрослой охоту, поэтому запечатлела художник именно этот момент. Ну, у меня вообще, как бы, сложилось впечатление, когда смотришь вот на этих собак, да, и мальчика. И ощущение, что это вот ребенок в облаках, он как небожитель. Вот у меня, во всяком случае, такое ощущение. Ну, тут надо знать еще, что королева Виктория не очень тепло относилась к детям, а вот на внуках ее, как говорится, прорвало. Она очень любила всех своих внуков и очень внимательно относилась и к их воспитанию, в том числе, вот, да, когда их писали. То есть здесь такой диалистический образ такого охотника, и поэтому картина создает вот такое впечатление волшебное. То есть получается, сколько лет, да, практически два столетия прошло и вызывает такие... И все равно, да, положительные такие эмоции вызывает. Очень красивая картина. Она сама написана, мне очень нравится классическая живопись именно. Да, согласна, согласна. Ну, вот, хочу сказать по поводу оформления. Мне кажется, вот это самое удачное, что можно было выбрать. Я имею в виду, цвет рамы очень органично вписывается во все цвета картины. Как вот к это шли? К компромиссу? Это багетная мастерская предложила, нет? Нет, это не багетная мастерская предложила. Да, это выбрала я. Пришлось выбрать. Очень хотелось картину, эту раму с вензелями. Но у меня на самом деле дочь категорически сказала, что в данном сюжете вензеля нельзя, не приветствуются. Не уместные, да? И категорически запретила. Ну, здесь, я думаю, что компромисс, потому что вот внутренняя часть, она как будто по спорту поставлена, да? Да, это те же вензели, но они нет. Я немножко для души оставила, да? Это был компромиссный вариант. Это вензелей, да? На самом деле очень красивая работа, очень красивое оформление. Вот прям вот все собралось в этой работе. И мне очень нравится, как нитки придает бархат, да, этого камзола у мальчика. Ну да, теплые такие оттенки. Да, да, теплые тона. Это все вот в нитках этого полощения, мне кажется, даже удачнее, чем вот то, что было написано художественно. Ну, мне кажется, да, может быть, вышивальщица так считает. Ну, мне тоже кажется, что вышитые картины, они более теплые, чем написанные. Да, они как бы вот именно притягивают, они создают бархатистость, это притягивают, особенно если они без стекла. Да, особенно бьем. Вот давайте сейчас посмотрим на обратную сторону. Нам Светлана разрешила туда заглянуть? Да, Светлана? Да, разрешила. Что мы видим на обратной стороне работы и почему вы так оставили в таком варианте работу? Это просто что-то невероятное, то есть мы видим изнанку. Мы видим изнанку и мы видим подрамник. Вот почему такое решение при оформлении? Чем у нас будет? Ну, наличие подрамника даже, мне кажется, чисто из практических соображений. Я считаю, что самое надежное и самое качественное оформление – это оформление на дереве. То есть это хорошая натяжка, да? Это хорошая натяжка, ну, плюс сбор информации, в принципе, как мне объяснили, что через 10 лет все равно как бы картина ослабевает и надо перенатягивать. Клей, опять-таки, тоже не хочется, потому что клей потом проявляется. И очень обидно будет, если где-то появится клей, поэтому я решила сделать все доступное, все открытое, чтобы можно было, если вдруг что-то с натяжкой или что-то надо доделать, качественно и фундаментально. Да, фундаментально. Ну, вот мне интересно, как сама натянута. На скоба здесь, да, картина? Да, на скоба. На скоба натянута. Здесь мы скотчем видим только вот края работы. То есть сама работа абсолютно к такому клею не... Нет, нет. Потрясающий просто. Ну, надо только взять адрес багетной мастерской. Ой, Джаконда. Джаконда, да, московская. Она так делает, да? Ну, честно говоря, в Джаконде мне сказали, что это, кажется, второй заказ за последние 8 или 10 лет. А в основном по-другому натягивают работу? Как-то по-другому, да. Я, честно говоря, сильно не уточняла. Я хотела сначала делать на нитках. На нитках выяснилось, что это транспортировочный вариант, натяжка нитками. Я отказалась от него. Потому что нитки тоже ослабевают. Вроде как там основа мне не понравилась, если нитки. Ну, короче, решили сделать фундаментально и в виде подрамника деревянную основу. И вопрос, сколько времени она так хранится уже? С мая. А, то есть недавно оформлена? Недавно, да. Я год. Год она у меня просто висела без оформления. Потом, в конце концов, я все-таки созрела и отвезла, оформила работу. В общем, очень интересно, как она себя поведет. На подрамнике? Вообще, да, вот спустя 10 лет. Ну, 10 лет не знаю. Я пока шила мальчика. Я отшила еще две работы, две иконы в содержителе. И тоже оформляла. То есть один содержитель я себе отшила, другой на подарок отшила. И оба на подрамниках. Ну, да, я согласна полностью. Потому что, когда оформляла свои иконы, мне сказали в багетной мастерской, что только на подрамниках это будет идеальное оформление, идеальная натяжка, которая долго проживет. Ну, может быть, я поэтому и мальчика так оформила. Ну, это очень интересно. Как-то меня смутили все эти клей, там накат и как бы натяжку сделать качественно на накат. Ну, как-то меня сомнения взяли. Правильно сделаю. Потому что мне тоже обещали, что будет накат. Вот Москва-Тайгавернер, там тоже метровая ширина, достаточно большая работа. И оказывается, что обманывают, не делают накат на такого размера, обязательно наклеивают. У меня клей стал проступать спустя вот три года. Ой, кошмар. Это кошмар, да. Ну, есть видео, можно посмотреть, знакомиться. Поэтому вот я сейчас смотрю и думаю, вот так вот надо было сделать. Ну, да, как бы просто и классически. То есть, следующие работы и девочку, и корабль голландца. Да, тоже так же. Здорово. Тоже так же, я считаю, что... Ну, вы нам покажете. Оно... Ну, куда-то оно прогнуться, вряд ли оно сможет куда-то изогнуться. Спасибо большое за откровение. Прям будем учиться. Спасибо большое. Мы продолжаем нашу выставку и хотим организовать следующие выставки. Надеемся, что наше сотрудничество с библиотекой было очень плодотворно. И хочу попросить девочек, которые вышивают новые работы, предоставить работы для наших выставок, чтобы люди могли посмотреть на ваш труд и чтобы знали о вас. И очень хотим увидеть новые разработки, новых дизайнеров, которые в данный момент не попали к нам на выставку. Ну, наверное, по каким-то причинам, которые помешали доехать до нас картины. И надеемся, что картины появятся у нас еще. Мы будем стараться продолжить наши выставки. И, может быть, даже продолжится еще и с корабликом. Может быть, очень трудно сказать про кораблик. Ну, как бы наметки на следующее есть. Надеюсь, что будет очень интересно продолжить новые работы, показать новые дизайны, новые отшивы. До встречи на следующих выставках. Да, до встречи на следующих выставках. Я также надеюсь, что данная выставка Светлана Дерибаса не последняя. И найдется время, место и возможность организовать еще не одну выставку. И найдутся вышивающиеся, которые с удовольствием захотят предоставить свои работы. Для ее выставок. А я на всем заканчиваю. Благодарю вас за внимание. Также я благодарю и Светлану за прекрасную экскурсию по выставке. И Ларису Васильевну, Андрианову, сотруднику библиотеки, за предоставленное интервью. Я сожалею только, что мало удалось расспросить Светлану о нюансах работы. Я имею в виду, не удалось заснять сам процесс работы. Вышивающица с ее советами. Потому что теория есть теория, практика есть практика. Надеюсь, нам Светлана в следующий раз в этом поможет. И надеюсь еще встретить вышивающицы, те, которые предоставили работы на выставку Светланы. Которые расскажут от первого лица о своих работах. И благодарю вас всех, вышивающицы, которые предоставили работы на данную выставку. Все меня порадовали. Все чем-то хороши. Своя по-своему. Каждая по-своему. И, конечно же, это праздник для вышивающихся, для рукодельницы. Побывать на подобных мероприятиях. Потому как увидеть вышитые работы, причем в таком количестве и такого качества, особенно на качество исполнения, это дорогого стоит. Я прошу писать комментарии. Все, кто был на выставке. И все, кто посмотрел данное видео. У всех, у кого родился отклик в душе от созрцания данной красоты. И я, и Светлана, и все девочки, которые предоставили работы. И организаторы выставки, и библиотеки ждут ваших комментариев, обратной связи. Она для нас очень важна. Я благодарю вас за внимание. Благодарю, что вы были со мной. Я очень рада, что мне удалось поделиться с вами этой красотой. И с вами была Елена. И как всегда, я приглашаю вас встретиться на моем канале.